Германия наращивает выпуск боеприпасов, заявил генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер. Ранее руководство крупнейшей немецкой оборонной компании сообщило, что Берлин заказал им производство 150 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. А в декабре 2023, как пишет газета «Еросион Таймс», этот же немецкий концерн заключил контракт с одной из стран НАТО на производство боеприпасов для Украины. На сумму более 153 миллионов долларов до 2025 года. Эта война не закончится в ближайшее время. Мы все хотели бы этого. И именно поэтому мы должны быть в состоянии продолжать давление. Мы должны помогать Украине на основе солидарности. Мы поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе, предоставляя ей финансовые ресурсы и вооружение. В 2023 году Южная Корея, благодаря непрямым поставкам 155-мм артиллерийских снарядов для Украины, обошла все страны Евросоюза вместе взятые, утверждает The Washington Post. Точное количество боеприпасов не уточняют. Снаряды начали поступать в начале года, и в итоге Южная Корея стала более крупным поставщиком артиллерийских боеприпасов для Украины. Американские чиновники пытались убедить Сеул предоставить около 330 тысяч 155-мм снарядов. Неясно, поставляла ли Южная Корея снаряды, чтобы помочь США пополнить свои запасы, или же непосредственно Украине. Из публикации The Washington Post. Вдвое увеличить выпуск боеприпасов, чтобы помочь Украине, намерена Финляндия. Об этом заявили в Министерстве обороны страны. Речь идет об инвестициях в оборонную промышленность в размере 120 миллионов евро. Принятое решение позволит значительно увеличить производственные мощности по выпуску тяжелых боеприпасов Финляндии, что обеспечит долгосрочную поддержку Украины вплоть до 2030-х годов. Увеличение производства является значительным в европейском масштабе, а также укрепит обороноспособность самой Финляндии. Анти Хекянен. Министр обороны Финляндии. В заявлении на сайте Министерства обороны Финляндии. По данным Reuters, к весне 2024 года государства Европейского Союза заказали 60 тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Спрос на боеприпасы, в частности калибра 155 миллиметров, резко вырос после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По информации агентства, союзники уже прислали Украине более 2 миллионов боеприпасов. А 7 декабря 2023-го министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Киев заключил соглашение с двумя ведущими американскими компаниями о совместном производстве арт-снарядов 155-го калибра.